В качестве спикера мобиль комьюнити, вот, и немного непривычно. Let's go. Хорошо, в общем, да, еще раз, что такое технология iBeacon, начнем с этого. То есть, стоит различать саму технологию iBeacon, это в действительности протокол, стандартизированный компанией Apple. И вот эти вот iBeacon протокол, он использует Bluetooth Love Energy сигнал, который Android устройство, начиная с API 18, то есть версия 4.3, могут детектить. И так как iBeacon это протокол только, то физическая реализация вот этих вот устройств, они называются просто Beacons, может выглядеть, ну, примерно так, как вы видите. То есть, это небольшие устройства, они бывают разных вендоров, ну, в целом где-то, ну, там, не больше 5 сантиметров. И зачастую, то есть, они там вешаются в каких-то местах статически и производят сигнал. И, то есть, еще раз, они работают с Bluetooth Love Energy, только с Bluetooth Love Energy. Это все было анонсировано два года назад, вот. И, в принципе, с iBeacon можно работать как на Android, так на iPhone. На iPhone работает, начиная с версии 4S. Вот. Что вообще внутри этих устройств? То есть, как уже вы догадались, Bluetooth Love Energy чип. Плюс есть еще такая штука, как System on Chip, можно увидеть. То есть, это маленький микропроцессор и батареечка. Вот. И вот этой вот батарейки может хватать от 1 до 3 лет. То есть, это все зависит от вендоров Beacons и от того, насколько часто Beacons запрограммированы на вещание сигнала. Вот. Ну и сегодня мы рассмотрим, как вообще можно взаимодействовать с ними на системе Android. И также можно не только детектить их сигналы, но можно еще имитировать своим телефоном сигнал Beacons. Вот. Ну и самое главное, то есть, рассмотрим, как можно сканировать Beacons в разных модах. То есть, либо чтобы сэкономить как можно больше батареи на телефоне, либо чтобы выбрать более быстрый детекшен Beacons. Вот. Как вообще, ну, типичный пример использования и то, с чем я, в принципе, имела дело, у нас есть какие-то Beacons, которые закреплены эстетически, например, в шопинг-моллах. И эти Beacons постоянно во времени вещают сигнал. И в этом сигнале находится информация, которая идентифицирует этот Beacons. И наше устройство, наше приложение на том же Android постоянно в бэкграунде детектит сигналы из Beacons, считывает информацию, которую они посылают, детектит, ну, то есть, из тех Beacons, которые рядом, естественно. Потом эту информацию, которую считали наше приложение, может послать на сервер. Например, вот, а на сервере уже по вот этим вот данным, то есть, фактически, по координатам Beacons и по силе сигнала, мы можем определить примерный локейшн нашего юзера и нашего устройства. И уже в зависимости от этого локейшна, например, ага, там юзер стоит возле магазина определенного, мы можем послать более таргетированную информацию, рекламу, все что угодно. Вот, дальше рассмотрим в подробностях. И для начала, то есть, Beacons работают с Bluetooth Love Energy. В принципе, этот протокол не такой уж прям новый, его анонсировали в 2009 году, он еще называется Bluetooth Smart. Основная цель – это уменьшить потребление энергии. То есть, если мы используем обычный Bluetooth, то батарея очень страдает. Если же используем Bluetooth Love Energy, то наши какие-то микроустройства могут жить годами. И вот как раз Bluetooth Love Energy был создан и направлен на… то есть, главной его целью было использование Available устройства в фитных устройствах разных, каких-то, ну, Internet of Sync, естественно. И, собственно, те же Android Wear, они работают на Bluetooth Love Energy. Вот. И что стоит отметить, то есть, Bluetooth и Bluetooth Love Energy – это несовместимые протоколы. Если в вашем устройстве есть Bluetooth, то это не значит, что устройство будет детектить BLE-девайсы и наоборот. Но в то же время у них есть ряд схожих характеристик. То есть, если можете посмотреть в табличку, то, в принципе, там частота и рейндж примерно одинаковые. Что из таких существенных отличий? То есть, во-первых, Power Consumption, то есть, потребление энергии может быть сэкономлено почти в 100 раз при использовании Bluetooth Love Energy. И в этом протоколе также сократилось время на отсылку сигналов. То есть, он быстрее взаимодействует, но тратит намного меньше энергии. В принципе, из таких ограничений есть еще количество девайсов, которые могут одновременно работать с этим устройством. То есть, Bluetooth почему-то это было ограничено семью одновременными интеракшенами. В Bluetooth Love Energy, в принципе, это строго не определено. Я думаю, что больше это зависит от конкретных устройств и конкретных спецификаций. Но в целом ограничений в теории нет. И еще немножко предыстории. То есть, все взаимодействия в Android с Bluetooth основаны на JTT, Generic Attribute Profile. То есть, это такая генеральная спецификация для обмена пакетами данных через BLE. И вот эти вот пакеты называются атрибутами. В принципе, есть еще определенные типичные характеристики, которые есть в JTT. То есть, это клиент, который посылает реквесты, посылает какие-то команды и серверы, которые это все принимают. И вот эти вот пакеты, которыми они обмениваются, называются характеристики. У каждой характеристики, вернее, у каждого, когда мы обмениваемся, у нас есть набор характеристик. Характеристик. Это все называется сервером. И у каждой характеристики есть еще описание, более human readable или дополняющее, называющееся дескриптором. В принципе, есть предопределенный набор операций. То есть, мы можем детектить девайсы по определенным юидам, можем делать фильтрацию, можем для уже задетекционного сервиса получать его набор характеристик. Ну и в принципе, любые базовые операции типа фильтрации и более специфического поиска тоже действуют. Вот, что у нас… Ага, и перед тем, как перейдем к Android части, еще рассмотрим вот эти вот информацию, которую беконы вещают, да, broadcasts. То есть, они постоянно, если мы их расключаем, то они уже постоянно начинают эту информацию вещать. И живут несколько лет. И в принципе, у этой информации есть довольно-таки строгий формат. И вот эти вот кусочки данных, которыми беконы, которые беконы посылают, называются ScanResponseData. И каждый бекон может посылать за раз в эфир не более 31 байта. Вот. Вот. И, собственно, вот эта вот вся структура 31 байт, она поделена на две Advertisement Data структуры. Первая, она фактически вся предопределенная. То есть, у нас в каждой структуре первый байт отвечает за количество байт, которые остались. И, ну, это сделано для того, чтобы, когда мы получаем сплошные пакеты этих данных, мы знали, где какая структура заканчивается. Вот. То есть, после, первый байт всегда забит количеством оставшихся байт в структуре. Потом в Advertisement Structure 1, 2 и 3 байт, они обозначают тип и флаги, ну, специфические для BLE, то есть, что он поддерживает, что нет. В третьем байте хранится пять флагов. Ну, собственно, это тоже обычно предопределено, потому что вендор, когда выпускает беконы, эти все данные предоставляет. Вторая структура более интересная. То есть, понятно, что тут у нас тоже есть информация относительно вендора, то есть тип, если это Manufacturer Specific. Ну, обычно он такой есть, потому что, ну, обозначает, что у нас разные производители беконов. Следующие два байта – это ID Manufacturer. То есть, если мы с бекона, например, с телефона эмитим наш бекон-сигнал, то у нас при телефоне Nexus будет Manufacturer ID 224, ну, то есть Google. Следующие два байта – это префикс бекона и, обычно, это протокол, который бекон поддерживает. Вот. Есть iBeacon, есть Alt Beacon, есть еще разные. Думаю, что дополняются. Вот. Поэтому вот в этих байтах хранятся, хранится дип-протокола. Вот следующее, это тоже продолжение от DSM Instructure 2. Следующие 16 байт более нам уже, скажем так, нужны. То есть, тут хранится идентификатор бекона, либо в каких-то случаях это могут быть группы беконов. То есть, вот эти вот 16 байт, когда мы бекон ставим, на него там обычно клеим бар-код, который обозначает как раз вот этот вот uid, чтобы мы могли беконы отличать. И, ну, собственно, по uid мы в основном их, ну, то есть, это один из самых главных наших ключей, по которым мы можем найти беконы. Следующие два байта – это мажор. То есть, у нас есть возможность, кроме предопределенного uid, еще забить два дополнительных числа по два байта. Это мажор и минор. Для чего они нужны? То есть, например, у нас в торговом центре есть несколько этажей. Да, мы можем в майор поместить там номер этажа, а в минор уже номер там комнаты. И, ну, это сделано для того, чтобы удобнее работал поиск по беконам. Плюс, если нам надо какую-то дополнительную информацию туда засунуть, можно как раз сделать через эти два поля. Вот. И последнее, последний байт – это txpower. Он обозначает эталонную силу сигнала. То есть, эталонная сила сигнала – это когда мы находимся на расстоянии один метр от нашего бекона. И, в принципе, по вот этой вот txpower мы потом вычисляем, как раз в какой дальности мы находимся от бекона. Тоже это значение идет забитое изначально. Ну, примерно так выглядят кусочки данных, которые мы сразу получаем с одного бекона. вот. То есть, еще раз, to summarize, у нас не больше 31 байта. И первые 9 – это бекон-префикс, который содержит информацию относительно вендора, относительно протокола, который поддерживается, и все прочее, которое, ну, по сути, является сразу предопределенной при покупке беконов какой-то фирмы. Следующие 16 байт – UUID, которые характеризуют бекон либо группы беконов. И следующие по 2 байта – мажор и минор – это дополнительные наши поля, которые мы можем использовать для лучшей идентификации беконов. Ну, и не только. То есть, туда можно передать все что угодно. И последний байт – эталонная сила сигнала, по которой мы будем вычислять, насколько далеко находится наш бекон от девайса. Что мы имеем в андроиде для работы с беконами и вообще для работы с BLE? То есть, ну, во-первых, все поддерживается, начиная с версией 4.3. То этого нет возможности, никакой работает с блютузов Energy. Вот. Есть центральные периферические роли, ну, и все базируется на GTT. Плюс есть еще добавлена такая юзерс фича, как блютуз с BLE фича. То есть, можно сразу в манифесте прописать и определить, есть, ну, то есть поддерживается эта фича или нет телефоном. И если не поддерживается, то запретить. Сейчас посмотрим, как работает. То есть, для начала. Для того, чтобы нам вообще работать с BLE, нам надо прописать, во-первых, permission. Замечу, что нам надо оба permission. То есть, первая, Bluetooth позволяет обмениваться данными между девайсами и создавать соединения. Вторая, Bluetooth Admin, позволяет менять настройки блютуза и сканировать в бэкграунде наши Bluetooth Love Energy девайсы. Вот. Следующее. То есть, надо прописать uses feature. Если мы прописываем true, то, required true, то при установке из маркета у девайса, который не поддерживает Bluetooth Love Energy, просто не будет возможности установить наше приложение. Если прописываем false, то надо будет обязательно потом руками чекнуть в коде, поддерживаем ли мы, поддерживает ли девайс BLE. Если не поддерживает, то функционал, относящийся, корректно скрыть, чтобы не было крышей. Далее. То есть, у нас все interaction с Bluetooth делаются через Bluetooth Adapter. И для начала нам надо его получить. Мы это можем сделать с помощью Bluetooth Manager, а его, соответственно, системного сервиса. Вот. После того, как мы получили инстанс адаптера, нам надо проверить, включен ли Bluetooth. Если нет, то надо его включить. Вот. То есть, проверяем, есть ли Bluetooth. Ну, видите кусочек кода. То есть, все достаточно просто. Вот. И дальше, собственно, мы уже можем сканировать устройство. Есть метод start.lyscan, который в качестве параметров содержит только один callback. И в этом callback есть метод on.lyscan, какая вообще цель этого метода. То есть, если мы нашли устройство, какие-то данные споймали, нам надо распарсить эти данные. То есть, тут стоит отметить, что RSSI – это Received Signal Strange Identifier. То есть, по сути, если мы находимся, ну, мы сканируем не один бекон. И если нам приходит информация с разных беконов, то вот это RSSI, оно разное. по нему мы как раз можем определить, по нему и по TX Power, по эталонной силе, можем как раз определить, насколько далеко находится наш бекон от устройства. В принципе, ну, алгоритмы в интернете есть. Как это определяется, можно этим пользоваться. Вот. Ну, и в принципе, для скана больше ничего не надо. Так работало в 4.3. Потом на Google.io в 2014 году, когда представили Android 5, также представили значительные улучшения по работе с Bluetooth и, собственно, сейчас мы их рассмотрим. То есть, они представили, во-первых, выкатили новую API для работы с BLE девайсами, потом предоставили разные плюшки для удобства и, самое главное, предоставили возможность выбора мода, которым будем сканировать. То есть, это либо Love Power, то есть, мы как можно больше экономим батарею, либо Love Latency, то есть, мы как можно быстрее детектив бюкон, потому что, ну, в некоторых случаях важнее детектив быстро, ну и допустим, там, если у нас скан идет какое-то там недлительное время. Вот. И для вот этих вот двух модов были сделаны замеры на Nexus 5 с пятым Android. В принципе, как вы видите, то есть, можно батарею сэкономить почти в два раза, но, с другой стороны, время детекшена беконов в этом случае, когда мы экономим батарею почти четыре с половиной секунды. То есть, если даже, для примера, возьмем торговый центр, то есть, за четыре секунды можем у меня магазина полностью пройти. Поэтому, ну, тут стоит уже выбирать от конкретной задачи, мод сканирования. И, ну, сейчас посмотрим, как можно, как можно это соимплементить. Ну, собственно, для ПТОЛКИ очень напоминает, для 4.3 только, ну, немножко больше объема данных, параметров у нас будет доступна для какой-то кастомизации. Вот. И для начала у нас есть ScanFilter. То есть, мы задаем какие-то ожидаемые значения. И в этом ScanFilter два массива. То есть, первое – это ожидаемые значения. То есть, задали там UID, задали Manufacturer, задали, ну, еще какие-то параметры типа мажора и минора в первый массив. Во второй массив мы передаем, ну, это массив флагов. По сути, если у нас там, где единички, мы будем эти байты из первого массива учитывать. А остальные будем игнорировать там, где нули. И, собственно, ну, то есть, если у нас в ожидаемых значениях, вернее, значения, которые пришли, значения совпадают с нашими значениями из первого массива, то тогда нам это подходит. Вот. И после того, как мы задали фильтр, нам надо задать сеттинг, и вот здесь вот как раз мы передаем наш мод сканирования. И, ну, в принципе, тут все просто. Передали мод и создали инстанс наших сеттингов. Идем дальше. И, в принципе, точно так же, как и для 4.3, определяем скан callback. В этом методе такой же похожий, в этом callback такой же похожий метод onScanResult, который как раз должен распарсить данные, которые пришли с нашего, ну, после нашего скана при детекте девайса, распарсить, проанализировать, что-то с ними сделать. Вот. И дальше, после этого мы вызываем метод startOascant через Bluetooth E-сканер и передаем наш фильтр, сеттинг и callback. В принципе, для скан части это все. Плюс в пятерке появилась такая возможность, как эмитинг сигнала, то есть мы, грубо говоря, с нашего телефона можем раздать сигнал, такой же как iBeacon, можем его эмитировать. Но эта фича, во-первых, она работает не со всеми версиями, то есть это начинает только с Android 5. Во-вторых, она работает на очень ограниченном числе девайсов. Это Nexus 6, Nexus 9, ну, Nexus 6P5X и последние модели Samsung. Вот. И для того, чтобы заэмитить сигнал, у нас есть разные классы, уже идут предефайненные, то есть можно просто их завязать и, ну, это достаточно несложно. И плюс мы можем мокать нашу, имитировать нашу силу сигнала. То есть не просто раздавать сигнал, а еще мокать, насколько далеко наш эмиттер должен находиться от устройства, которое будет Detect. бекон. В общем, очень похоже на предыдущую часть, то есть мы тут задаем, первое задаем AdWordsData, очень похоже на массив фильтра, который мы только что рассматривали. По сути, вот эти вот, вот этот вот 31 байт, который мы смотрели немного раньше, который представляет структуру бекона, мы должны задать руками. То есть, мы мокаем, ну, передаем какой-то наш подложенный UID, передаем Major-Minor, мокаем Manufacturer, вот, мокаем TXPower, вот, и все остальные данные. После этого, тут тоже есть settings, в каком моде мы будем раздавать сигнал. То есть, беконы в целом тоже могут, ну, с разной частотой этот сигнал раздавать. Обычно у каждого вендора, когда они продают беконы, они еще выпускают там какое-то приложение и дают способ сконфигурировать бекон. То есть, можно, допустим, засетать, чтобы бекон раздавал там, с частотой там полсекунды сигнал в эфир, можно сделать, чтобы это было 4 секунды. Но, опять же, это очень сильно зависит от вендоров. То есть, вот те, что были на картинке в начале, это польские Contact.io, ну, в них есть все эти, все эти функции, но, ну, они стоят чуть-чуть дороже. С другой стороны, есть китайские, в которых там почти ничего нету, но их можно, ну, как для кого-то экспериментального проекта, купить там, по сути, в два раза больше и, ну, просто и пользоваться тем, что есть. Вот. В общем, вернемся к сеттингам. То есть, мы выставляем наш мод и вот мокаем setTX PowerLevel. То есть, мы можем задать, насколько, ну, грубо говоря, вот, задать то значение, которое в callback'е получит наш девайс, который детектит бекон. Это будет наше RSI, трансформированный винт. После этого мы вызываем просто метод startAdvertising, передаем сеттинге дату и callback. В callback'е там, ну, тут его не рассматривало, там будет несколько методов onSuccess or onError, то есть, если нам, ну, если все успешно прошло, понятно, onSuccess придет. Если что-то пошло не так, придет значение в onError. Вот. Теперь самое интересное, то есть, это была так, теория, какие-то примеры, как работать. Самые главные вопросы – зачем эти беконы нужны, да? В принципе, такой вот пример с шопинг-моллами, ну, сейчас его рассмотрим, то есть, пока, ну, это из живых примеров, наверное, самый популярный, потому что в Европе, в Америке очень популярны такие системы, они разрабатывают платформу, то есть, продают платформу для рекламы на основе беконов. Вот. Ну, для начала, первый пример для бегунов, то есть, если у нас какой-то короткий трек, то все ок, да? Если у нас какой-то длинный, там, марафон или, ну, может, что-то покороче, то есть проблема читинга. Что можно сделать? Можно сделать эту всю систему автоматической, то есть, будет какое-то приложение на Android или на Android VR, которое детектит бекон и бегун, когда пробегает, ну, в определенных местах чекина, он ничего сам не делает, он просто, ну, скажем так, чекинится автоматично. И, ну, если таких мест будет, там, достаточно много, то ему проще по ним пробежать, чем читить. И, в принципе, он никак, ну, конечно, если бегун-программист, он сможет эти все данные подложить, но, в целом, это надо знать очень много сведений об иконах. Вот. Второе – шоппинг-моллы. То есть, кейс, когда мы ходим по моллу, ну, с установленным приложением каким-то, и нам приходят, допустим, возле кого-то магазина информация о скидке, если вы заходите вонутрь, вы можете ее поменять на живую скидку. Вот. Как-то так. Следующий кейс – это на конференциях. То есть, беконы можно использовать для indoor navigation, то есть, навигации внутри помещений. Вот, к примеру, это картинка с конференции Google.io. Там всего четыре, вот, как бы, четыре этажа, шесть, даже больше тысяч людей, очень много разных докладов, всяких sandbox talk, всяких стендов, что очень легко заблудиться. И, в принципе, вот на таких крупных конференциях, как Google.io, ну, и не только, в последнее время в тренде приложения, то есть, вы можете в реальном времени посмотреть, где вы сейчас находитесь, вот, ну, и можете посмотреть, там, что где находится, то есть, ну, а то, чтобы привыкнуть к venue конференции, у вас идет намного меньше времени, ну, плюс это более удобно и приятно. Следующий кейс для музеев, сейчас, ну, в частности, для аудиогидов, то есть, сейчас у нас, как, мы берем гид, подходим, там, что-то включаем, какой-то трек нужный и слушаем. Как можно сделать? То есть, человек берет, там, аудиогид, там, скажем, приложение на андроиде, берет наушники, ходит по залам, когда подходит к определенной картине, у него автоматически это все начинает включаться. Следующий кейс для клиник, в частности, для врачей. То есть, когда больной, там, или просто посетитель подходит к кабинету определенного врача, он может посмотреть всю информацию, там, о часах приема, отзывы, ну, и любую прочую информацию. Вот. Следующий кейс для автоматических чек-ин, чек-аутов в отеле, похож чем-то на кейс про бегунов, но только для отелей. В целом, присущ человеческий фактор, и там, какие-то могут быть разные сдержки, что угодно. Если это делать автоматически, то, ну, это всем упростит жизнь в какой-то мере. Вот. И последний кейс для людей с ограниченными возможностями. То есть, ну, например, что можно сделать? Если, ну, грубо говоря, перед каким-то светофором или перед какой-то опасностью человек, допустим, там, с вадами какими-то зрениями, может получить, там, вибросигнал какой-то определенный, или, там, звуковой сигнал, ну, вот в таком роде. То есть, это тоже можно все продумать. Ну, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Там проскочила такая аббревиатура GATT. Можно пару слов? Что это такое, клиент-сервер? Смотри, это спецификация, на которой, ну, это спецификация для Android, с которой мы работаем с Bluetooth-устройствами. Сейчас, секундочку. Вот. То есть, для того, чтобы работать с Bluetooth-ом, можно, конечно, самому писать сущности какие-то, но вот в GATT они уже есть предопределенные. В принципе, на Developers Google там очень много информации, поэтому, ну, в целом, зачем они нужны? То есть, для работы с Beacon можно идти двумя путями. Можно использовать какие-то либы. Вот, в частности, могу порекомендовать Alt Beacon, которая, ну, во-первых, хендлит, какая у нас версия Android, во-вторых, все вот это взаимодействие с GATT, с этим, оно энкапсулировано внутри этой либы. Если вы вдруг захотите писать напрямую, ну, самостоятельно, без каких-то либ, то подход только такой. Понятно. А может, я где-то упустил эту информацию? Максимальная дистанция, на которую можно вообще ловить эти Beacon, сигналы их? Ну, во-первых, смотри, оно все конфигурируется, но в целом зависит тоже от Вентора. Ну, в среднем там бывают от 20-30 сантиметров до 30 метров. Ну, мне кажется, что 30 метров – это, ну, как бы, такая больше техническая, теоретическая спецификация. Ну, в целом, дальше, чем метров на 10, наверное, не имеет смысла. И это все можно наконфигурировать в самом Beacon. А дистанция, дистанцию можно определять в приложении, да? Нет, смотри, получается, можно, вот когда мы покупаем Beacon, можно, во-первых, вот эту дистанцию, на которую вещает сигнал, наконфигурировать на Beacon. А во-вторых, можно еще это в телефоне хендлить. Мы, когда сканируем девайсы, получаем callback. В этом callback, получается, смотри, у нас есть TX Power, это эталонная сила сигнала. А есть еще в callback приходит RSSI, то есть это, по сути, сила сигнала, которую мы получили. И по вот этому RSSI и TX Power мы, по сути, можем определить, насколько далеко находится наш девайс. То есть TX Power, по сути, на расстоянии одного метра, а RSSI на расстоянии, ну, нашем фактическом. И с направлением тогда, то есть конкретных данных мы не получаем, мы можем только определить направление уже в зависимости от того, как изменяется. Вот тут, кстати, направление мы не можем определить, это тоже стоит учитывать. Мы тут определяем дальность, да. Да, то есть только если устройство будет двигаться в каком-то направлении. Да, ну вот есть еще в тех статьях, что я смотрела, читала, когда этой проблемой занималась. Хороший подход, это мы берем данные из Beacon, и, во-первых, берем несколько попыток, и берем несколько Beacon, считаем там триангуляцию. То есть по одному тоже могут быть погрешности, ну, достаточно большие. Нам надо взять как можно больше Beacon и применить даже не триангуляцию, а три латерации. То есть мы берем наши вершины Beacon с координатами, берем вот эти вот по RSSI, по считанную дальность. Примерно определяем, где он находится. А направление уже по данным с акселерометра и гироскопа. Даже, наверное, гироскоп нам не нужен, только с акселерометром будет достаточно. Понятно, спасибо. Привет, меня слышите? Да. Чудово. У меня есть еще вопрос. У меня есть еще вопрос. У меня есть вопрос о том, каких производителей iBeacon вы использовали. О, вы говорили, что вы использовали контакт ИО. Да. И еще что вы использовали? Еще китайский, он без названия, я не скажу даже как. В принципе, контакт ИО неплохие. Ага. Работает. А так, и программирование самово вы использовали, то есть это все отбывалось за допомогою додатка? Да, андроид приложения. Окей. И еще вопрос. Чи вы знакомы с Flybell, вот, или вам доводилось с ним работать? Нет, нет. Это аналог iBeacon, а только разработанный самсунгом? Нет, с этим я не работала. И вот интересно еще, то есть iBeacon я раньше исследовала, а есть еще Ediston, который Google выпустил. То есть у них, ну, очень все похожее, в принципе, для андроида, я думаю, что может быть даже более подходящие, потому что все-таки, когда от одной компании, то, ну, думаю, что результат может быть интереснее. А iBeacon это все-таки Apple-овская, и у них, ну, оно ориентировано больше может даже на айфоны. Вот. Ну, а еще раз скажите, как называется? Flybell. Сейчас запишу. Спасибо. Ось. И еще у меня вопрос. То есть вы это использовали только для андроид-додатков, они использовали, ну, одночасно для двоих, и для Apple, и для Android? Нет, для Apple, для айфонов не использовала. В принципе, еще вот это вот все, что для андроида, оно работает хорошо на Android VR. На Android VR тоже, ну, детектятся беконы, и, ну, потому что у них есть Bluetooth Low Energy Chip. Можно это и там использовать, то есть в целом даже может быть удобнее для каких-то кейсов. А вот насчет использования в браузерах, допустим, на сайтах, не было таких примеров? Насколько я знаю, такие штуки рано или поздно имплементятся как-то или на уровне вообще HTML-спецификации или в каких-то конкретных браузерах, может быть? Так, а смотри, как нам в браузерах? Нам надо вот, по сути, беконы, они там где-то закреплены. И, то есть, когда у нас приложение, оно там может в бэкграунде там сканировать все это, и главное, что изменяется именно там физическое расположение там нашего пользователя с телефоном. Просто браузер это, ну, более статический, то есть, ты же с компом сильно не будешь ходить где-то? В принципе, да. Ну, так в целях маркетинга, я думал, может им полезно будет это сделать. Ну, в принципе, все завязано на то, что у нас должен быть Bluetooth Love Energy чип, я не уверена, что именно в ноутах идет Bluetooth Love Energy, не обычный. Не, ну, если даже речь идет о девайсах, то есть, сидят даже в моллах, там и в разных других помещениях бывает, просто шарятся в соцсетях, допустим, в интернете. И там бы тоже таргетированная реклама была бы им на руку. Ну, в принципе, надо подумать, в принципе, просто можно какие-то присылать нотификации на телефон, открывать их в браузере. Ну, как вариант такой. То есть, искать разве что обходные пути-то, да. Ну, просто нотификации, как по мне, наверное, даже более удобные. Еще вот такую штуку есть, чат хэдбаттон, да, от фейсбука, то есть, такая кнопочка, которая пульсирует и находится поверх всех окон, да? Ну, видели, на андроиде есть. Да. Вот. Из того, что я делаю, то есть, классная штука, допустим, на андроид VR часы. Когда человек там проходит мимо бекона, эта кнопка ему появляется поверх всех окон. В принципе, я там сейчас, ну, так, в фоне работаю над опенсорсной компонентной. Найсбаттон будет называться. То есть, фейсбуковская, она же закрытая. Вот. И, в принципе, с помощью вот этой вот кнопки, ну, которая появляется вот эта шарика над всеми окнами, удобно, допустим, что-то показать, а потом, ну, уже можно по книгу сконфигурировать все что угодно, чтобы оно показывало. Угу. Еще такой вариант. Спасибо. Еще вопросы? Ребят, есть еще вопросы? Или нет? Похоже, нет. Похоже, нет. Похоже, нет? Ну, тогда, наверное, всем спасибо. Я вот не знаю, Женя вам уже, наверное, все рассказала, пока я готовилась, подключалась. В общем, если есть вопросы, пишите мне на почту, к шумсобакасофтсурфинг.com, в принципе, ну или в скайп, буду рада ответить. Спасибо большое. Да. You are welcome. Спасибо. 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 Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.